Это же Синькитонец. Да, да, да. Ну, это на ростах. Да, это не для салавару. Это совсем не для салавару. Это, как вы говорили, салавару. Это салавар шерстью уже на партизе салавару. Это серый салавар, который будет в Москве. А салавару с салавару. Это салавар. как подарок для своей любимой зимы. И вот этот особняк... Ты видишь, да? Этот особняк, опять, видно? Этот... Где можно? Этот особняк, первый особняк, который здесь построен в полуше в одном стиле. Здесь, как бы, это внешний был этот стиль. Здесь сочетание английской готики с эмбританским стилем, как-то вот такое, что-то соотнесение. Но проработано. Вот чем отличается историй, или, как мы называем его, эклексика? Эклексика брали у меня в другом стиле и переносили на своих стилях. То есть там, друзья, вот если это такое, в древней очереди, значит, точно так же будет название эклектики, но они перемешаны в стиле. А здесь берутся элементы из других стилей и перерабатываются. Получается, собственный стиль. Они не повторяют, а перерабатывают этот стиль модерн. И здесь, конечно же, от готики, мы сейчас еще дальше пройдем, когда мимо увидим множество, множество увидим чудовища, которые очень любили готика, охраняли всегда свое. Здесь очень исячный стиль, вот это как раз готики стиль. И когда весь стиль идет, это попадается, видно, на такую лестницу. Все проектировал Шехтель. Шехтель вообще очень любил работать с деревом. Вот она лестница, а здесь, вот мы видим, да, конечно, вот эта лестница, а здесь Шехтель уже второй особняк, где он работал с Рубелем. Первый был в Подсусинском переулке, здесь была скульптура Рубеля и были панели Рубеля, метражи Рубеля. К сожалению, вот вы сейчас видите наверху, если посмотрите, в 1900, вот у каждого практически картиночки, вот есть наверху такой, я потом вам поближе, да, вы полетаете. Здесь был пожар в 1990 году, где-то, 91, по-моему, год, а потом все тщательно реставрировалось, но уже практически от панели Рубеля именно в Рубеля остались тогда, когда сгорело только вот железки и какие-то оплавленные вещи. И просто это вот теперь уже, это все восстановлено, почему я так говорю. Вот, конечно же, главный, главный зал, мы видим вот, здесь вот оно, наверное, окно. Здесь так нет, так выраженного, но обязательно есть камин в главном зале у Шехтеля. Вот, видите, вот это, это один, кто постарше, вот когда Гравука принимал гостей за одежду, он в этом салоне, это после скорбом приема Смита. Ну, сейчас из Италия показывают по телевизору, а вот в этой салоне очень часто показывали вот эти вещи. И вот еще, это кабинет, по-моему, сейчас я посмотрю точно. Вот, это аванс-зал, аванс-зал, значит, перед вот этим камином салом, я так понимаю. Так, вот. Вы захотите на это посмотреть, вот, наверху рисунку, что тут. Вот, и этот осадка, тут, видите, был построен в 1893 году, и после этого Шехтель приобрел вот эту всемирную известность. Конечно, считается, что самым таким образцом московского Мадурна, это Оставляк Рябушинского. Ну, я думаю, вы его все хорошо знаете, если бы мы пошли дальше по Спиридоновке, мы до него дошли. Но я его не включила в сегодняшнюю нашу экскурсию, потому что мы, ну, это далековато немножко для нас, но я думаю, что многие там даже бывали внутри, потому что, вот, кто-то мне сказал, что сейчас у них закрыт, ну, Горького, но я, честно говоря. А что это, да? Слава Богу! А мне на последней экскурсии сказали, что... Открыть, да? Открыть, да? Слава Богу! Ну, значит, если кто в нем не бывает, то задание, какую-то ли нашу экскурсию, если вы больше никуда не бежите, и идите в Горького бесплатно, и там вы сможете воочию увидеть интерьер из Шехтеля. Это единственный особняк, который нам всегда доступен в Шехтеля. Кстати, Максим Горький часто бывал здесь у Слава Морозова, и даже не нравился этот особняк. Так он сам писал, что это какой-то отличный и огромный менталей, зачем-то построенный, не на планке, а на область. Ему точно не нравился особняк Ребюшенко, когда его посолили, когда он вернулся уже к роднице. Так, да. Так что... А мы сейчас с вами просим, будь с Акурой, а посмотрите, какая решетка у него обыкновенная. Это тоже Шехтель. Вот тут. Парадный вход. У Шехтеля всегда было два выбора парада, и боковой жилые помещения. То есть вот это парадный вход. А вы знаете так? Так, вообще, ну тут не как-то модерна, очень часто держится. И с чем отличается особняк, чем с Акурой? Да не может сказать, какой с Акурой главный. И с Акурой делается как-то Акурой. В мире это очень редко делается. Вот тут. И вот тут. Вот тут. Вот здесь вот. Вот тут вот. Вот, вот здесь вот Пьес, так. И вот у меня с Аспиринонов. Более вероятное, это все-таки особняк, выпившего на Пречистинке, дом Маргариты, а второй особняк, это на большой Ржевский переулок, есть особняк, который строится в Волнеуме, это там, где сейчас грузинское посольство. Вот там даже, я читала, что прослеживаются сны с Маргариты, и он больше всего похож на тут, а со мной. А почему тут и со мной? Потому что рядом, он знает, что ты ее живешь, как будто же Владимир Шиловский со своим мужем, он совсем рядом, и когда Шиловский за Пречистиной встречается, он около года там вовремя гулял, чтобы все встать, и когда-то ее встретить. По этой шнести, по этой шнести, по этой размеры, которая тоже не интересна, а потому что, как этот человек, представляете, наверное, парень хренесеный, она и скас Panbeckian. Становление и эта шнести. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok